Создание комфортной городской среды В этом году был выполнен значительный объем работ по благоустройству знаковых общественных пространств. В частности, практически завершено благоустройство городской набережной. Излюбленное место отдыха горожан преображается в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с участием федерального и краевого бюджетов. В следующем году на участке от коммунального моста до Порта Пермь откроется лаунж-зона с шезлонгами, фигурными скамейками и светящимися качелями. Здесь построен крупнейший в городе открытый амфитеатр на 1800 мест. Также будут обустроены площадки для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, настольным и большим теннисом, беговая дорожка и установлены тренажеры. В наступающем году планируется приступить к масштабному преображению набережной в Кировском районе. Проект на стадии разработки. Приятно, что, например, наша набережная преображается прямо на глазах. Там появляются огромные массивы из декоративных многолетних растений, цветущих растений, кусты гортензии, из лаков целые массивы. Это, конечно же, очень здорово. И все гости, которые посещают наш город, они все отмечают это как нашу большую заслугу. О зеленении у городского пространства городские власти уделяют отдельное внимание. Эту работу администрация Перми ведет во всех районах города. Растения подбираются с учетом условий произрастания. Они должны быть максимально морозостойкими, быстро растущими, неприхотливыми в обслуживании и создавать декоративный эффект круглогодично. В прошлом году городские власти начали высаживать в городе саженцы крупномеры. В этом эта практика была продолжена. Высаживаются более 14 тысяч деревьев и кустарников ежегодно. Это, конечно, огромное количество. И, конечно, очень и очень приятно, что это не только обычные тополя, как раньше это делалось, березы, но появились совершенно новые для нашего пермского края растения, растения-интродуценты, которые еще неизвестны пермиками, которые имеют огромную декоративную ценность. 2020 год запомнился завершением ремонта на участке Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Екатерининской. Подрядчик приступил к ремонту на следующем участке, в сторону улицы Революции. Благодаря комплексному ремонту бульварной проезжей части, а также фасадов зданий, Комсомольский проспект вновь становится точкой притяжения жителей. Мы живем в уникальное время сейчас. Чем уникально? А тем, что мы сможем увидеть архитектуру разных лет в, скажем так, в новом качестве, в новом виде. То есть компрос, посмотрите, вот новые дома отреставрировали и стоят рядом. Они будут отреставрированы следующим летом. И улица приобретет цельность, которую она никогда не имела. Наш пермский компрос для Перми, он уникален. Второй элемент у нас, Эспланада, тоже уникальный. Ее вообще подобного нигде нет. И все это еще на Каму выходит. Сейчас завод Шпагина появился. Все это разное абсолютно. Но это все к 300-летию будет выглядеть как новое. И это будет вообще обалденно. К слову, именно в этом году полностью завершился ремонт 68-го квартала Эспланады. Также стартовал завершающий этап преображения 66-го квартала. К 300-летию Перми общественное пространство будет приведено к единому стилю. Кроме того, к 2023 году в Перми планируется обновить и места отдыха в районах. Начиная с 2021 года, продолжая ремонтировать вот эти крупные объекты, мы смещаемся в районы. В течение 2020 года мы провели инвентаризацию всех парков и скверов, которые находятся на территории города Перми. И к дню города, к 300-летию города, все остальные парки так или иначе мы приведем в хорошее нормативное состояние. То есть где-то это будет ремонт дорожек, где-то это будет дополнительная посадка деревьев, установка малых архитектурных форм. Всего ремонтом планируется охватить порядка 30 парков и скверов.